Реинкарнация Есть свидетельства, что по крайней мере некоторые, а возможно и все люди, уже существовали в другом теле и жили другой жизнью, когда появляются аномальные воспоминания событий, то есть те, которых не было в настоящей жизни. Испытывающие их, как правило, считают, что эти воспоминания исходят из их собственных предыдущих жизней. Тем не менее, воспоминания, вспыхивающие в сознании, могут и не быть воспоминаниями прошлой жизни. Вместо этого они появляются, чтобы быть случаями, классифицированными как реинкарнация. Последние широко распространены. Историй, предполагающих возможность реинкарнации, неограниченное количество, как в географическом, так и в культурном отношении. Их можно найти во всех уголках планеты и среди людей всех культур. Конечно, воспоминаний из прошлых жизней больше, чем из настоящей, потому что прошлых жизней было великое множество. Для реинкарнации, которая реально осуществилась, сознание чужой личности должно войти в тело определенного субъекта. В эзотерической литературе это известно как переселение духа или души. Обычно такой процесс происходит в утробе матери. Возможно, уже в момент зачатия или вскоре после этого, когда ритмичные импульсы начинают то, что далее развивается в сердце эмбриона. Дух или душа человека не обязательно мигрирует к другому человеку. Буддийские учения, например, говорят нам, что душа или дух не всегда воплощаться на земном плане и в человеческом облике. Но с этим я не соглашусь. Душа человека не может вселиться в лягушку, кошку или собаку. Душа развивается и растет духовно. От простого к сложному. Сейчас мы познакомим вас с несколькими случаями из жизни, которые, как считают некоторые, доказывают чудесное явление переселения. Несмотря на то, что само понятие реинкарнация пришло в мир из стран Востока, подобные случаи наблюдаются во всех уголках мира. Малыш Тан Цзиншань. Считается, что при перевоплощении люди, в которых переселилась душа умершего, помнят события прошлой жизни первые восемь лет. Мальчик по имени Тан, родившийся в китайской провинции Хайнань, до трех лет рос обыкновенным мальчуганом. А затем заявил, что зовут его Чень Миндао, а его отец Санти. Также мальчик сказал, что родился и жил он в деревне Даньчжоу, в 160 километрах от его теперешнего места жительства. Он великолепно говорил на диалекте, которым общались в этом регионе Китая. Еще он рассказал, что погиб в году культурной революции от ранения в живот. Странным образом, на теле мальчика при рождении уже были шрамы на животе. Тана отвезли в деревню, где он узнал не только отца, но и всех своих родственников. Тан уже вырос, и теперь он поочередно живет в двух семьях. История американского мальчика. После посещения с родителями музея Второй мировой войны двухлетнего американца Джеймса Ленингера стали преследовать ночные кошмары. В них он был пилотом сбитого боевого самолета, который вот-вот разобьется. Родители сначала не придали значения происходящему, но состояние ухудшалось, и было принято решение обратиться к врачам. Потом родителей удивил факт, что их двухлетний малыш прекрасно разбирается в марках боевых самолетов, зная их устройства и технические характеристики. Затем сын в подробностях рассказал историю боя, в котором был сбит. Первой о реинкарнации заявила бабушка. А когда отец проверил данные о сбитом японцами американском летчике, все оказалось точно так, как поведал им сын. Кошмары прекратились, когда Джеймс посетил место, где был сбит самолет. Качели В 1995 году, катаясь на качелях, погибла пятилетняя Элеонора. Родители не смогли справиться с утратой и разошлись. Отец погибшей девочки повторно женился, и во втором браке у них родился сын. Внешним видом, характером и привычками мальчик был похож на Элеонору. Новая жена, зная, что произошло с дочерью мужа, запрещала сыну кататься на качелях. Однажды, гуляя по парку с сыном, она все же подалась на его просьбы и усадила кататься на качелях. Во время катания он сказал матери, что уже катался на них, после чего улетел на небо. Мать с ужасом заметила, что посадила на качели сына 17 апреля, в день, когда погибла Элеонора. Можно верить и не верить в переселение душ. Это дело каждого. Но в этом мире еще много загадок, которые находятся за гранью нашего понимания. Наука отрицает реинкарнацию, считая, что она относится к сфере религиозных представлений и верований. Но кто знает, что ждет человечество за новым поворотом его развития? Редактор субтитров А.Семкин